Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, это FATAR.RU и новый выпуск про свет, где мы будем работать с компактным LED-освещением от компании Zhiyun. Это MOLUS X100 и MOLUS G60. Погнали! Сегодняшнее видео можно даже назвать уроком по построению освещения для блогеров, поскольку этот свет действительно очень компактный и мощный, то есть раньше 100-ваттные приборы были гораздо больше по размеру и тем более они не работали от батареи, поэтому вот этот свет прям действительно очень удобен тем, кто занимается съемками себя и причем делает это в разных локациях. Начнем работать по классике, используя сначала один источник света и отражатель. Сейчас я стараюсь расположить прибор таким образом, чтобы у меня левая сторона модели была освещена, а правая ушла в тень. Единственный, наверное, еще такой важный момент, касающийся конструктива, на этом приборе нет никакой ножки, которая позволяет вам делать наклон прибора, поэтому если вы просто его крепите к стойке, то управлять углом не получится, ну и будем работать в таких условиях. Посмотрим, чего мы добьемся. Итак, ставим свет чуть выше, свечу сейчас сбоку от модели для того, чтобы у меня появился объем. Давайте покажу вам картинку, как она будет выглядеть без отражателя. Свет сейчас получается достаточно жесткий, но объем присутствует. Единственное, по яркости мне кажется, что хочется сделать чуть-чуть поконтрастней. Сегодня мы работаем в чудесной фотостудии Москва, у которой циклорама глянцевая. Это самая огромная подстава, которая только может быть для фотографа, если только вы не заливаете эту циклораму полностью белым светом. И сейчас даже на видео вы прекрасно заметите вот эти вот ужасные блики, которые располагаются за моделью, работать с которыми просто мега неудобно. Поскольку такое происходит, уточняйте теперь всегда, когда идете в студию, матовая у них циклорама или глянцевая. Поток света достаточно интенсивный. Сейчас по настройке у меня 1,125 секунды, диафрагма 1,8 и со 100, что в принципе позволяет снимать даже с каким-то постоянным светом за окном. Конечно, не солнечный день, до этого будет слишком мало, но все равно фон можно будет оживить за счет естественного постоянного света. В качестве насадки использую маленький окта. Он сотый для того, чтобы свет сильно не разлетался в разные стороны. Расположен сбоку, чтобы у нас случился контраст на модели. И опять же, не хочется светить больше от камеры по той причине, что реально вот эта блестящая циклорама создает мерзкие блики за моделью, работать с которыми не получается. Выкручиваемся светим сбоку. Сейчас вы видите достаточно сильный контраст на лице модели, особенно на теневой ее стороне. И чтобы его смягчить, добавим сюда флажок. Теперь картинка у нас чуть менее контрастная. В целом мне все нравится. Единственное, что хочется сделать, наверное, чуть-чуть посветлее освещение непосредственно на модели, поскольку работая сейчас на максимуме по яркости прибора, все равно этого не хватает, в общем-то, чуть увеличу ISO. На две трети ступени было 100, стало 160. Опять же, если вы снимаете не на большой частоте кадров в секунду, то есть 60 или 120 или 240 кадров. Если вы не работаете с таким FPS, то можно было просто удлинить выдержку. Здесь мы сейчас снимаем на одной 125 секунды. Итак, в целом, используя даже один прибор, вы можете достичь интересной картинки. Если вдруг под боком у вас нет отражателя, можно, в принципе, немножко изменить положение самого прибора, чтобы свет на лице не был настолько разделен на светлые и темные участки, а теней было чуть поменьше. Давайте вам продемонстрирую. Сам не хочу так снимать, потому что мне не нравится то, что происходит с циклорамой. И давайте для чистоты эксперимента убираем отражатель. И вот сейчас по освещению у нас контраст не такой большой, то есть теневая сторона аккуратненько подчеркивает фактуру лица модели, но не делает слишком драматичной. Располагаю свет непосредственно где-то по 30 градусов перед моделью. Тоже картинка выглядит достаточно неплохо, да, то есть даже один источник света позволяет вам красиво отрисовать личико, но опять же напомню про блики. И обратите внимание, кстати, поскольку свет все равно достаточно жесткий, насадка вот эта вот сама по себе небольшая и на фоне за моделью такая прям акцентированная ее тень. То есть если вы работаете в помещении, то, наверное, с такой тенью работать будет не очень красиво. Смотреться в кадре будет странно. Напомню, что сейчас мы работаем со 100-ваттным прибором, компактным от аккумулятора. По заявлению производителя этот прибор может проработать 30 минут на полном заряде аккумулятора, чего в принципе хватит для практически любой съемки. Molus X100 внешне выглядит достаточно интересно. Ощущение, что вы держите в руках какую-то старинную камеру. Выполнен прибор из алюминия и пластика. Все регулировки сделаны достаточно качественно. Здесь никакого люфта нет. Система охлаждения активная. Прям видно на самом деле, что она сквозная. Здесь еще сверху есть радиаторы. И вот мы сегодня отсняли примерно около часа, может быть даже чуть больше, используя этот прибор. Активное охлаждение работало, но его вообще не было слышно в кадре. На мой взгляд это прям классно. Что касается разъемчиков, здесь есть, в комплекте батарея не поставляется, она приобретается отдельно. Здесь установлена заглушка, чтобы сюда ничего лишнего не попадало. И для того, чтобы питать прибор от сети, также вход питания защищен, то есть чтобы туда лишний раз не попадала какая-то пыль. И еще один прям очень интересный момент, что этот приборчик можно питать не только от сети, но и от банки. Он поддерживает Power Delivery через USB Type-C. Младший брат этого прибора, Молус G60, также поддерживает Power Delivery и может питаться от банки. На удивление, в комплекте нет защитной крышки для диода, но сделано это из-за того, что диод защищен стеклом, то есть вы его повредить никак не сможете. На этих приборах собственная система байонетного крепления, которая достаточно проработана, легко надевается, легко снимается и не люфтит, то есть насадка плотно прилегает к источнику света. Несмотря на то, что эти приборы выпущены совсем недавно, компания сделала уже несколько интересных насадок. В данном случае это рефлектор, на который надевается сверху. Причем видите рефлектор, рефлектор зеркальный, светоотдача у которого будет больше, чем у стандартного рефлектора. И на него вы еще можете сверху надеть рассеиватель и сделать такой, ну чуть-чуть смягчить свет. Опять же, не как бы в мягкий свет эту насадку сделать не получится, но убрать какие-то там излишне агрессивные тени, да. Плюс для какого-то заполняющего света чуть-чуть напоминает вся история China Ball. В комплекте Combo поставляется еще вот такой вот переходник, на который вы можете устанавливать любые, в принципе, насадки с байонетом Balance. По заявлениям производителя, максимальный вес насадки 1,3 килограмма и по размеру 90 сантиметров. То есть, в принципе, даже, ну, наверное, с 60-сантиметровой октой работать будет удобнее. И, кстати, еще из приятного здесь есть регулировка по углу, что, на мой взгляд, прям классно. Мне интересно посмотреть, как этот свет проявит себя через 60-сантиметровую окту. Она достаточно глубокая. Вообще, в принципе, насадка, с которой мы часто снимаем, сами. Посмотрим, как этот диод покажет себя через эту насадочку. Я прям очень удивлен. Через 60-сантиметровую параболическую насадку света получается гораздо больше, чем через вот этот вот маленький софтик. Хотя, по идее, он должен был больше раздавать света исключительно из-за того, что он меньше переотражений. Сота влияла на не сильно, но, блин, на самом деле очень классно. Мне нравится и картинка сама по себе, и то, что широкое поле света, несмотря на то, что в переходнике, через который мы установили окту, есть еще встроенный рефлектор, который тоже ограничивает световой поток. Картинка классная. Свет мягкий, контрастный. Действительно, можно смело обойтись одним прибором. И с учетом того, что он работает от аккумулятора, ну, просто пушка. Работаем мы сегодня с объективом 35 миллиметров в горизонтальном исполнении, что достаточно, ну, как бы часто используемый объектив. И для того, чтобы максимально приблизиться к реалиям съемки блогеров, как раз таки с ним мы работаем. Сложность заключается в том, что близко расположить освещение с таким объективом не получится, оно будет попадать в кадр. Поскольку мы сегодня будем рассматривать несколько вариантов освещения, сделаю свет поконтрастнее, хочется использовать второй, третий еще источник. И, в принципе, из-за того, что насадка большая, расположена близко, плюс мы снимаем в угловой циклораме, переотражение света достаточно тоже интенсивное, и добиться контраста сложнее из-за этого. Поэтому Soto, она позволит сделать картинку контрастнее. Интенсивность света изменилась. Soto съела две трети ступеньки, накинул немножечко ISO. В целом, в целом все классно. Сейчас добавим еще контровой свет. В качестве контрового света будем использовать вот такой гигантский прибор. Это модель MOLUS G60, 60 ватт при вот таком компактном размере. Смотрите, без рефлектора, ну просто вообще кроха. Опять же, сюда можно установить насадку, да, через переходник и использовать его еще интереснее. По балансу белого мы сейчас сделаем такой большой shift, то есть 2 700 у нас на модель свет, 6 500 контровичок. Да, оба приборчика, о которых мы говорим сегодня, они бикалорные. Баланс белого у них изменяется от 2 700 до 6 500. Относительно органов управления про этот прибор хочу отметить, что сам приборчик, да, собран классно и качественно, а вот переключатели на задней панели, ну, слегка лифтят и кажутся немножко хрупкими. Прибор MOLUS G60 также обладает активным охлаждением. Корпус единственное, что у него сделан из пластика. Охлаждение, опять же, вообще не слышно. Тоже около больше даже часа работает этот прибор. Не на максимальной мощности, но в целом все равно ничего не слышно. По весу хочется отметить, что оба прибора очень легкие. Вот этот весит 300 грамм, а 100 ваттный прибор весит 385 грамм. 385 грамм 100 ватт. Ну, это же сказка. Итак, мы сейчас добавили второй источник света, который является контрревичком. По балансу белого он выкручен на 6 500. Что касается мощности, порядка, наверное, 8 процентов или даже 7 он сейчас светит. Из-за того, что он светит через рефлектор, светоотдача большая, поэтому мощность я не увеличивал. Единственное, что мне сейчас кажется, что сильно большая разница по балансу белого. И, наверное, изменяю сейчас балансик контрового освещения. 6 500, наверное, где-то до 4 500, может быть, 5. Чтобы не было, ну, вот такого агрессивного прям перехода. Но, опять же, это дело вкуса. Если вы хотите как-то очень сильно отделить себя либо от фона, либо сделать какое-то нестандартное освещение, используйте вот подобный сплит, растягивайте противоположные цвета в теневых участках и в освещенных. Итак, баланс белого у меня сейчас установлен 3 700. Отличается незначительно от основного источника света, но создает вот такой, как бы, холодочек небольшой на теневых участках. И слегка мы еще отрисовываем волосы модели. Возможно, у вас появятся вопросы, почему я использую одну 125-ую секунду при съемке. Первое, я часто снимаю рапиды. То есть, ну, не то, что прям совсем рапиды, но 120 кадров в секунду использую в съемках достаточно часто. Для экспорта я делаю часто также 60 кадров в секунду, чтобы картинка выглядела очень плавно и, ну, на мой взгляд, так как-то по-цифровому. Вообще, сам по себе я не очень люблю вот эти киношную одну 50-ую секунду за смазы в динамичных сценах. Я все-таки люблю, когда детализация у картинки выше. Еще один важный момент касающийся контрового освещения. Очень часто его используют в кадре прям вот так. Это выглядит очень агрессивно. Абрисы достаточно жесткие, вылетают блики. Видите, и на лице модели, на теневой ее части получаются еще дополнительные какие-то тени частично. Но засвечиваться я предпочитаю работать прям вот аккуратненько-аккуратненько и вскользь со всем приборчиком. То есть, не так. Поэтому тоже вам рекомендую работать чуть более аккуратно. Я вам показал, как работать с одним источником света, что, в принципе, даже большая насадка себя прям классно проявляет с этими приборами. И сказать, что как-то утяжеляет или она увеличивает объем переносимых вещей, ну, нельзя. Два приборчика показал. Классическая схема. С одной стороны тепло, с другой стороны холодно. Все это замечательно работает. Плюс у нас еще появилось разделение мягкий контрастный свет и жесткий свет. Такой средний по контрасту. И сейчас мы сделаем третий вариант по освещению. Еще взаимодействуем с фоном. Будем использовать третий источник света. И для того, чтобы вам его было лучше видно, мы сейчас будем отодвигаться от стенки циклорамы, потому что сейчас на нее света попадает достаточно много. Ну, и в целом, если вы сами хотите отделить себя во время съемки максимально от фона, то старайтесь светить так, чтобы на фон света ваш не попадал, который освещает непосредственно вас. Я сейчас сменил насадку. До этого стоял, ну, условно, да, стандартный рефлектор. Он давал достаточно широкое поле света. Сейчас я использую маленькую Octus 100 и светить буду прям совсем-совсем сверху сейчас на модель. Тоже вскользь. А еще одна вот, на мой взгляд, удобная отличительная особенность 60-ваттного прибора в том, что у него встроена ножка, которая позволяет вам менять угол освещения без каких-то дополнительных девайсов и головных болей. Хочется, конечно, чтобы эта система развивалась дальше, и на остальных приборах также появились, ну, крепежи, позволяющие менять угол. На корпусе этого прибора предусмотрены две точки крепления. На мой взгляд, это сделано для того, что для тех случаев, вернее, когда вы работаете либо с аккумулятором, либо без него, чтобы разрисовка была более удобной. В качестве стойки сейчас будем использовать GorillaPod для того, чтобы я смог менять угол источника света. И в качестве, ну, для того, чтобы сделать поинтереснее фон, будем использовать вот такую теневую маску, и жесткий свет выглядеть это будет интересно. Кроме того, что используем световую маску, также я еще разделяю основной план с дальним планом через баланс белого. Фон мы сейчас светим холодненьким. И обратите внимание, до этого при таком же освещении модель у нас казалась контрастной и привлекала к себе внимание больше, чем сейчас. Во-первых, агрессивный цвет, во-вторых, контраст на фоне и достаточно яркое освещение фона сейчас двинули внимание от модели к фону. Для того, чтобы вернуть к нашей модели внимание, нужно добавить контраст на ней. И лучше это сделать через рисующий свет, то есть блики сделать более интенсивные. Здесь есть два варианта. Мы могли бы сделать мощность нашего основного прибора больше, но он у нас и так сейчас работает на максимум. Мы можем также придвинуть свет. Но поскольку я работаю с достаточно широким углом, 35 градусов, и снимаю такой в целом общий план, приборчик уже, скорее всего, будет попадать в кадр. Давайте посмотрим, возможно ли добавить контраст за счет приборчика. Нет, смотрите, контраст добавился на модель. Сейчас внимание, мы обращаем больше, но стал попадать сам прибор уже. Поэтому будем отдалять. Все, сейчас прибор не видно. И ничего не остается, как сделать освещение на фоне менее интенсивным. Просто снижу его мощность. Для того, чтобы вернуть внимание на модель, я уменьшил мощность вообще прям очень сильно. Было 75% от максимальной мощности, сейчас 13%. И при такой работе с освещением вы сами видите, насколько сильно действительно сместился фокус внимания с фона на модель, на ваш основной объект. Когда вы сами работаете с освещением, снимая себя или там друзей, тоже обращайте на это внимание, чтобы контраст фона, либо переднего плана не был сильнее, чем контраст на главном герое. Как видите, картинка выглядит интересно. То есть модель в кадре у нас здесь может как угодно шевелиться, ходить из одного края в другой. Она будет по-прежнему хорошо освещена, а вот те приборчики, которые мы используем в сложенном состоянии, займут ну совсем немного места. Единственное, наверное, что будет самым большим и громоздким — это стойки для них. В целом, для того, чтобы сделать красивую картинку, вам не нужно даже использовать какую-то профессиональную камеру. При хорошем освещении картинка, снятая даже на iPhone, на фронтальную камеру, будет выглядеть классно. Вообще, действительно залог классной картинки не в той технике, на которую снято, а с каким освещением и насколько качественно вы поработали. В сегодняшней съемке нам помогала прекрасная модель Анастасии. Сейчас где-то здесь появится соцсеть, на которую обязательно подпишитесь и следите за ее развитием. А я в заключении хочу отметить о том, что приборы мне очень понравились. Я поначалу скептично отнесся к тому, что в таком компактном корпусе может быть 100 ватт. Я думал, что это все вранье, но оказалось нет. Работа с насадками классно, удобно. Даже используя достаточно большую насадку в 60 сантиметров, картинка получается классная, используя всего один источник. Кроме яркости самого света, необходимо отметить и компактность, ну и в принципе саму сборку. Единственное, что хотелось бы в дальнейшем, чтобы на 100 ватт. приборах появилась какая-то мошка или какое-то крепление, которое позволит регулировать угол наклона прибора. Конечно, это можно делать и со стойками, там придумывать какие-то дополнительные костыли, но опять же хочется, чтобы производитель позаботился о комфорте своих пользователей. Я думаю, что сегодняшнее видео будет интересно вам не только в качестве обзора, но и как урок по съемке себя либо друзей. Сейчас очень многие создают контент и хотелось бы, чтобы качество росло, поскольку появляется много технических интересных решений, хотелось бы, что вы с ними работали и делали контент лучше. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!